В Одесской юрокадемии уже во второй раз прошли курсы повышения квалификации работников судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Украины и судебных экспертов, которые не являются работниками госучреждений. Присутствовали на заседании кабинета не только одесские эксперты, но и из других регионов Украины. Мы решили проводить на базе академии, потому что у нас с прошлого года есть свой кабинет подвищенной квалификации. То есть у нас, благодаря Министерству юстиции и академии, у нас открылся в прошлом году этот кабинет, и мы проводим подвищение квалификации как нотариусов, так и экспертов. Почему на базе Одесской академии? Потому что это лучшая методичная база, науковая база, техническая база, профессорский преподавательский состав, лучший в Украине. Надеюсь, такие мероприятия уже станут доброй традицией, и они проводятся на систематической основе, позволяют судебным экспертам повышать свою квалификацию, постигать новые знания в сфере психологии, в сфере поведения в суде и так далее. Уже с октября этого года планируется проведение следующего этапа курсов повышения квалификации судебных экспертов. Дуже задоволена, склалася такая традиция, на базе юридичної академии открытий кабинет с подвищением квалификации судебных экспертов. И это очень позитивный аспект взаимодействия и Институту права Министерства юстиции, юридичної академии, Институту судебных экспертов, в Одессе управление юстиции, в АЛОЗе просветительской деятельности, судебные экспертизы. Приходят до нас студенты на стажирование, получают первые практические навыки. И, соответственно, Министерство юстиции запрошивает всегда на разные симпозиумы, конференции, которые проводятся в академии. Это тоже очень интересно для работников Министерства юстиции, как практиков, быть в курсе развития науковой думки, юриспруденции. Эти курсы повышения квалификации для судебных экспертов проходят под эгидой названия этого мероприятия как кабинет. Почему кабинет? Потому что первый кабинет судебной экспертизы был основан в 1914 году Макаренко, и он назывался именно кабинетом. Мне кажется, в этом есть определенная преемственность, в этом есть наследование идей прошлого, и в этом есть перспектива. Гостями и участниками мероприятия стали не только работники судебно-экспертных учреждений, но и директоры научно-исследовательских институтов Одессы, Днепра, Харькова, кандидаты доктора наук и работники Министерства юстиции Украины. По инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова у нас организованы курсы по повышению квалификации. Это является постоянной планомерной работой в рамках меморандума о сотрудничестве с Институтом последипломного образования и права Министерства юстиции, который мы качественно реализуем и постоянно на базе университета, на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции проходят такие курсы, и они сегодня являются очень значимыми и очень востребованными. Таким образом, Одесская юрокадемия является не только высшим учебным заведением европейского уровня, но и центром повышения квалификации для работников в сфере права и Одессы, и всей Украины. Здесь проходят курсы подготовки частных исполнителей, нотариусов, консультантов государственных нотариальных контор, государственных нотариальных архивов, помощников частных нотариусов, адвокатов, руководящих работников судебно-экспертных учреждений Миниуста, судебных экспертов, которые не являются работниками госучреждений и занимаются судебно-экспертной деятельностью.